Значит, первый вопрос. Почему модернизация именно сегодня, а раньше, в общем, вроде жили без этого? Теперь, на самом деле это не так. Модернизация сопровождает религию всю ее жизнь. То есть нам просто кажется сейчас, когда мы смотрим, так сказать, ретроактивно назад, нам кажется, что, в общем, как и ладно, такая была постоянная религия, стояла себе, а потом вдруг пришли ее и стали модернизировать. Ничего подобного. Если мы смотрим, ну, и историю христианства тоже, но вот историю иудаизма, например, вся история иудаизма – это история религиозных революций. Просто вся. Все, что мы знаем. Начиная там, второй храм – это полное пересмотрение всего, что было в первом храме. Создание Мишны и Талмуда – это пересмотрение всего, что было во втором храме. Гавоны абсолютно пересмотрели все предыдущий подход. А он – это раннее средневековье. Позднее средневековье, эпоха решений, он опять пересмотрел все совершенно устои, всю совершенно систему. Маймонит, который сегодня основа, как бы такой самый основной философ средневековье иудаизма, когда он писал то, что писал, то его не просто были приоти, а его книги сжигали. И так далее. На хасидов объявляли хэром, то есть в смысле отлучения. А сегодня хасиды – это, в общем-то, одна из центральных вещей иудаизма. Вся история религии – это история сплошных религиозных революций. Поэтому это не то, что сейчас вдруг почему-то, это всегда только так и было. Это только, когда мы смотрим назад, ну, например, там вы ездили, ехали по сложно пересеченной местности, каждый раз дорога ветвилась, нужно было делать выбор, как повернуть. Ну, вы доехали, потом смотрите обратно. Ну, вроде как, вы нормально проложены, это ассы, а что такого, все хорошо. Но поэтому, когда вы ехали, то каждый раз возникало вопрос, куда поехать и что правильнее, куда повернуть. То есть, это обмазение. В этом смысле религиозная революция – это постоянный спутник развития религии. Теперь, тем не менее, чем сегодняшний момент иной, чем раньше? Если что-то в сегодняшнем моменте совершенно иное, чем раньше, ответ – да, конечно. А именно, когда 2000 лет назад произошло изрушение Второго Иерусалимского храма и изгнание евреев из своей страны, то это чрезвычайно сильно поменяло и еврейскую религиозную жизнь, и мировую религиозную жизнь. Для евреев это было полной перестройкой из жизни в своей стране, где центром религии был храм, в совершенно другую религиозную систему, где центром стала синагога, а в оксине храм, где религия стала совершенно по-другому устроена, национальный центр был потерян, государство было потеряно, и для того, чтобы выжить, нужно было все абсолютно перестроить. И это было тотальной, совершенно кардинальной революцией. Об этом Талмуд пишет так. Четыре человека достигли самого высокого уровня религиозного понимания. Из этих четырех людей один сошел с ума, второй умер, потому что просто стало все совершенно непонятно как. Третий ушел из иудаизма и вообще все предал, потому что стало все не соответствовать. И только четвертый, один оставшийся, вот он создал Талмуд и Абеатив, он создал Мишну, Талмуд и вот дальше пошел весь иудаизм вдоль по нему. Из четырех самых великих мудрецов. Понимаете, то есть три из четырех не выдержали этого поворота. А, можно еще вопрос? Да. Когда мы проводим модернизацию чего-то, тогда все равно есть какой-то фундамент, который не меняет. Да, да, да. Давайте, я все понимаю, если можно, я просто договорю, тогда я к этому вернусь. Вот, теперь. И эта модернизация, которая была тогда, она самая крутая во всей еврейской истории. Ну, может быть, первый храм, переход от первого ко второму храму не менее крутой. Вот. Но вот эта вот модернизация создания Талмуда, она была очень крутая. И, кроме того, она повлияла не только на евреистины, она повлияла на все человечество. Потому что только в связи с этим было создано христианство. Христианство все-таки было создано, то есть оно исходно Иисус и Павел, но его распространение кардинально связано с тем, что евреи были изданы и храмы разрушены. Это просто вложено в само понимание христианства, что разрушение храма вот было таким толчком к тому, что христианство пошло по своему пути, отошло от иудаизма, перестало быть группой внутри иудаизма и перешло на рельсы других народов. Это все было просто жизненно связано с разрушением храма и вот с этим поворотом. Поэтому это все тоже вещи не случайные. Теперь, и если уход евреев из своей страны 2000 лет назад настолько сильно повлиял на всю историю человечества, что просто христианство вышло вперед и пошло работать, то возвращение евреев в свою страну должно не менее сильно повлиять на все это. Теперь, не случайно, кстати, очень многие раввины не приняли сионизм, потому что по той же самой причине, почему три из четырех мудрецов 2000 лет назад просто вылетели за поворот. Не смогли вписаться в поворот, настолько он был крутой и настолько они шли на высокой скорости. Потому что это кардинальное изменение всей жизни. Поэтому главная причина такой сильной модернизации сегодня – это возвращение еврейского центра в страну Израиля. Потому что иудаизм в Израиле – это принципиально, совершенно фундаментально другой иудаизм, чем иудаизм диаспоры. И раз, и теперь, я упомянул про христианство, ислам и иудаизм. Правильное восприятие, по моим понятиям, – это восприятие всех трех как единого монотеистического комплекса человечества. То есть, в общем-то, это вариации одного и того же. Вариации, подходящие к ментальности и к потребностям разных групп, разных народов и разных ситуаций. И в этом смысле иудаизм, который корень всей этой системы, он продолжает им быть. Он никуда не делся в качестве корня. Но он может нормально функционировать только в своей стране. Когда иудаизм в изгнании, то он закукливается и усилие дает на сохранение, и поэтому не может нормально функционировать как корень всего. Поэтому возвращение, например, евреев в Израиль превращает иудаизм из религии национальной в религию универсальную. То есть, открытой для всех. Так что любой человек, еврей, не еврей, может все равно, как-то нормально, принять иудаизм, оставаясь неевреем. Не переходя в еврею, чтобы было всегда. А может просто, оставаясь французом и англичанином, принять иудаизм в качестве своей религии, например. Это просто абсолютная перестройка. То есть, иудаизм вместо религии национальной становится религией мировой. Это просто все меняет совершенно. Все вообще устои. И много-много-много всего другого. Очень много. Так много, что просто, так сказать, не только в одной лекции не расскажешь, а просто и в одной книге не расскажешь. Все это изменение. Поэтому наша эпоха, это эпоха кардинального изменения, именно потому, что произошло возвращение еврейского народа в Союз. И в Союз. Да, в Союз. Это имеет не просто значение, это имеет просто кардинальное, центральное значение для религиозной истории человечества. Так же, как изгнание евреев 2000 лет назад было совершенно, наложило просто весь отпечаток на функционирование христианства, например. Без этого это просто не было бы. Если бы евреи сохранилось еврейское государство, то все учение Иисуса и все учение Павла было бы маленькой группой внутри еврейского народа. Дретье, не стало бы мировой реликий. Вот, в общем, это очень много всего. Просто так много, что именно поэтому сегодня изменения. Теперь, в некотором смысле, представление религиозного сионизма, то, что я начал того, что это, что с направлением религиозный сионизм. Религиозный сионизм – это не просто быть религиозным и еще быть за сионизм, а это религиозное понимание самого процесса сионизма. И это понимание, оно образовалось не в 20 веке, и даже не в 19-м, а в 18-м, когда еще никакого сионизма еще не было. И Веленский Галлон в конце 18 века сформулировал вот все эти фундаментальные и базовые представления религиозного сионизма, на которых он потом просто, так сказать, функционирует до сегодняшнего дня. Вот, одно из их представлений такое, что еврейский народ является не только собранием субъектов, но он и сам тоже субъект. То есть народ – это тоже субъект, тоже личность общенациональная. И как у каждого субъекта, у него есть душа и тело. И душа народа – это люди, а тело народа – это государство. То есть 18 век. В этом смысле, что такое человек живой? Живой – это у кого есть душа и тело, и душа он появляет телом. А что такое мертвый? Это когда душа осталась, а тела больше нет. Тело забрали. Тело, душа больше не властвует над телом. Тогда называется мертвый. Что такое воскрешение из мертвых? Это когда душе дают новое тело. Правда? Не в тела, не тела берут и в них селят души, а душам дают новые тела, да, на воскрешение из мертвых. Поэтому живой – тот, у которого есть душа и тело. Поэтому, он говорит, Веленский Гавон, что когда еврейский народ был из на своей стране 2000 лет назад, то в этот момент народ умер. У народа отняли тело. Потом, в эпоху, скажем, до 1000 года примерно, центр еврейского народа был в Вавилоне. И в это время, в Вавилоне, там, Багдад, и в это время народ имел автономию внутри сначала Сасанитской династии, а потом Арабского халифата. Вот эта автономия еврейская, это как бы похоже на государство, но не государство. И он говорит, это ты уб, лежащий в могиле. Похож на человека, но не человек. А потом труп стал излагаться на части. И центр, один центр еврейский стал в Западной Европе, там, во Франции, Германии, другой в Испании. И это, значит, тело стало гнить, излагаться на части. А потом и сами части уже сгнили. И уже все еврейское общественное единство пропало. И это к концу XVIII века уже произошло. И он говорит, в наше время, в смысле, в его время, Веленского Гавона, в конце XVIII века, труп уже почти сгнил. Но та же зерно, которое бросают в землю, кажется, что оно гниет, а на самом деле оно прорастает. Так и еврейский народ. Если труп почти сгнил, значит, в ближайшее время ожидается воскрешение из мертвых. Что, собственно, и произошло. То есть, государство Израиль, это и есть типичное воскрешение из мертвых. Душе евреевского народа, которое сохранилось в изгнании, выдали новое тело. А значит, с этим телом не очень умеет обращаться. Поэтому государство Израиль не всегда, так сказать, ведет правильную политику. Просто еще не освоилось с телом. Но, в принципе, это глобальное изменение всего, потому что это первое, как бы, известное нам, вот в таком явном виде, общенациональное воскрешение из мертвых. И в этом смысле это, конечно, меняет просто всю жизнь человечества. В этом смысле, когда труп лежит, то желательно у него руки-ноги не перекладывать. Если очень сильно будешь двигать, руки-ноги развалятся. А живой ему наоборот, абсолютно необходимо двигаться и само движение его и сохранять. Если он будет лежать, то, соответственно, у него будет пролежнее. Поэтому иудоизм в диаспоре меньше склонен к модернизации, чем иудоизм в Израиле. В диаспоре это как будто бы труп народа, лежащий в могиле. Поэтому, если сильно модернизировать, то можно и развалить все. А в Израиле, наоборот, руками-ногами совершенно необходимо двигать. Поэтому модернизация в Израиле, она ортодоксальная и, наоборот, очень сильная. Вот. Теперь, как вся модернизация, про которую я говорю, она ортодоксальная. Что это значит? Что все, что было раньше, сохраняется. Ничего не выкидывается. Ничего не отменяется. Это модернизация с полным сохранением всего предыдущего. И в этом ее как бы важность. Что-то модернизируется. Что-что? Что-то модернизируется. Хорошо, давайте сделаем два примера. Пример номер один. У вас в комнате, на стене, имеется картинка. И у вас фонарь смотрит на эту картинку, ее освещает. А вся остальная комната, света нет, не освещается. И вы смотрите на эту картинку. И вы на нее смотрите год, и два, и три, и сто, и двести, и пятьсот, и тысячу, две тысячи лет. И вы осматриваете эту картинку. И вы ее уже всю знаете вдоль и поперек. И все черточки на ней вы выучили. А вдруг в комнате зажегся свет. И вы увидели, что то, что вы думали, что это картина, это часть большой картины. Это только фрагмент. Тогда ваше понимание этого фрагмента резко меняется. Хотя вы его выучили наизусть. Вы уже все в нем знаете. Но все теперь то, что было раньше, обретает совершенно другой смысл. Вот вам пример модернизации без никакого изменения. Ваше понимание данной картины резко модернизировалось. Вы вдруг поняли, что то, что вы думали, что это картина, это оказывается фрагмент. И тогда то, что вы понимали, там, две головы определенным образом, вдруг оказалось, что это не две головы, а это две части картины или группы, или что-нибудь еще. Или наоборот, одна группа, а есть другая группа. И мало ли что. Как только осветилась комната, все ваше понимание старого изменилось. При том, что ни одна черточка на ней не поменялась. Все, что вы выучили, было правильным. Но смысл стал совсем другой. Вот вам пример, что такое артодоксальная модернизация. Понятно. То есть, артодоксальная модернизация, это прежде всего изменение смыслов. Законы все остаются на месте. Установление все остается на месте. Глуха вся, ну, иногда меняется, но это... Без уничтожения старых. Да, глуха всегда менялась, но она меняется, как раньше менялась. Технически изобрели электричество, там, или машины. Ну, Глуха модернизируется. Но не это главное. Главное, меняются смыслы всего. А главная проблема наша с религией, это проблема смыслов. Это вообще проблема нашей жизни. Да. То, что вы объяснили, можно... Сейчас, сейчас, сейчас. Совершенно может быть, да. Но модернизация иудаизма происходит, прежде всего, вот так. Теперь, второй пример. Вот у нас есть дом, пятиэтажный. И дом построен довольно давно. За это время весь окружающий ландшафт сильно поменялся. И дом явно не вписывается. Не выглядит в этом новом ландшафте. Теперь, какие возможны подходы к этой проблеме? Проблема... Подход номер один. Дом наш хороший, всегда был хороший. Если в ландшафт не вписывается, то это виноват ландшафт. Это классический религиозный подход. Наше здание хорошо, наша религия правильная. Если в мире что-то не так, то это проблема мира, а не нас. Это... Это нет. Это проблема стандартного религиозного. Стандартный религиозный. Теперь, второй вариант, эйфомистский подход. Он говорит, дом не вписывается в ландшафт, ландшафт, потому что дом слишком объемный. Ландшафт сейчас совершенно другой. Нужен дом половину снести, из пяти этажей два снесем, оставим три. Вот тогда будет хорошо вписываться. Это эйфомистский подход. То есть, современному человеку бывшей религии очень много, так много религий не надо, современному человеку нужной религии поменьше, давайте два этажа снесем, тогда будет хорошо вписываться. Теперь, ордоксально-модернистский подход, который я придерживаюсь. Дом действительно не вписывается. Проблема в том, что домик маловат. Дом надо достроить до двадцати этажей, и тогда будет прекрасно совершенно вписываться. Поэтому вместо того, чтобы дом рушить, из пяти этажей оставлять три, мы вместо пяти надстроим двадцать. То есть, религия – это не данность. Религия – это постоянно изменяющая система. Религиозный дом – это не построенный дом, это постоянно строящийся дом. Мы строим сейчас очередной этаж. Ничего прежнее не рушим. Модернизация состоит в том, что мы строим новые этажи. А какие именно этажи вы строите? Например, другие смыслы. Например, взаимоотношения с миром, взаимоотношения с наукой, с искусством, с развитием, с человечеством. Все совершенно по-другому. Но все, что было, остается на месте. Но мы модернизируем очень сильно, потому что мы меняем смысл всего этого. Вот это примерно то, что такое доксальная модернизация.